здравствуйте дорогие радиоуслушатели в эфире программа политинформания радионстанция народная волна чикаго самой популярной радиостанции на среднем западе сша ее ведущие эдуард брумер и геннадий брумер а сегодня мы беседуем с политическим общественным деятелем россии бывшим помощником президента бориса ельцина георгием сатаром георгий александрович добрый вечер добрый вечер георгий александрович во первых большое вам спасибо за возможность с вами поговорить в это позднее для вас время и я хотел бы от всех наших радиослушателей и от нашей студии поздравить вас с прошедшим днем рождения и пожелать вам здоровья энергии и хорошего настроения бодрого спасибо буду стараться георгий александрович самые такие события политические самые а можно сказать яркие наверное и довольно печальный приходит из республики беларусь как бы вы могли прокомментировать то что сегодня там происходит и ваше мнение о президенте лукашенко лук то что он делает данный момент мне даже я понимаю очень спрашиваете ну знаете есть экономической теории такое понятие стационарный бандит это вот такое представление о власти которая делает из населения ну что ли такой источник источник дохода и источник продолжения власти одновременно да ну вот это такой типичный стационарный бандит но там еще это все осложняется тем что общество меняется происходит смена поколений например чего не замечает а лукашенко остается в прошлом даже не в том прошлом в котором он стал президентом а в том прошлом в котором он был еще председателем колхоза а в советских реалиях это же ну такой типичный полновластный хозяин вот он руководит страной как колхозом считая при этом совершенно необоснованно что он благодетельствует этим самым всех и искренне недоумевают почему не замечают его потрясающих талантов усилий результатов хотя результаты предельно сомнительные чем больше он недоумевает тем больше в его картине мира происходит совершенно колоссальные искажения и мне кажется что на самом деле совершенно искренне когда он говорит видит в этих людях ну то как он их называет и это просто какой-то гигантский феноменальный разрыв между в реальностью его представлениями о власти в этом смысле он для меня напоминает путина у всех диктаторов рано или поздно происходят такие искажения вот так бы я сказал георгий александрович очень быстро есть ли у него шанс сейчас остаться у власти закрепиться или все-таки никаких шансов году как будет развиваться события в ближайшие дни это трудно трудно сказать потому что мы видим по лукашенко по его словам по его поступку что он существует довольно непредсказуемое это первое второе я считаю что оппозиция белоруссии допустила довольно большую ошибку что не сосредоточила свои главные усилия на первом этапе на пересчете голосов вот если бы этот координационный совет объявил бы не о выборах в которых конечно же лукашенко тоже должен участвовать а пересчете голосов то речь шла бы об абсолютно до требования пересчета голосов с участием представителей общества международных наблюдателей и так далее так далее то с этим лукашенко было бы справиться гола гораздо труднее я тогда ставил бы не очень много шансов на его сохранение скажем в интервале полугода потому что логика там понятно дальнейшая логика изменение отношения к него на западе изменение отношения на западе к результатам выборов и так далее и так далее вот и возможная динамика протеста при попытке этому воспрепятствовать сейчас гораздо сложнее потому что с точки зрения формальной не победивший на этих выборах лукашенко с точки зрения формальной продолжающий оставаться президентом до конца срок своих полномочий в ноябре и с той же точки зрения формальный он предъявляет претензии этому общественному органу и действует в соответствии с этими так сказать формальными нормами и в результате оппозиция теряет ну так сказать легальную опору ту самую легальную опору которые которые у нее было когда эта оппозиция участвовала в выборах вот и эта ситуация гораздо более непредсказуемо как мне кажется я не уверен что вот это общество которое нам продемонстрировано белорусами это новое общество она будет долго терпеть лукашенко у власти но сейчас как будут развиваться события сказать очень трудно но я не думаю что это дойдет до предусмотренных законом следующих выборов с участием лукашенко а как вы считаете зависит ли власть лукашенко от решения президента путина в каком-то смысле оставить его у власти или все-таки надавить и провести своего какого-то кандидата как вы это видели и если я хочу просто добавить и прошу прощения если такое понятие дипломатическая аншлюз россии в отношении может ли произойти аншлюз россии в отношении белоруссии я думаю что из этих трех вариантов самый вероятный это лукашенко ослабленный озлобленный растерянный лукашенко власти с таким лукашенко путину иметь дело гораздо более приятно чем с тем лукашенко таким он был до этих выбор а что касается аншлюз мне кажется это маловероятно что касается проведения своего кандидата ну давайте посмотрим на этих людей на улицах как вы думаете они позволят такое сделать на выборах вряд ли конечно ну вот говорят о том что есть такой кандидат который к сожалению сидит в тюрьме это виктор бабарико его связывают с банком газпрома он и возглавлял там много лет как вот вы видите эту кандидатуру ну понимаете я бы сказал так что это довольно умный человек который прекрасно понимает что любые что любые его попытки объявить так сказать себя прокремлевским кандидатом это похороны да так сказать вот при живом человек политические похороны любые его попытки представим себе что он участвует в выборах и побеждает любые его попытки начать реализовывать тут программу которая ну согласно этой гипотезе про кремлевского бабары когда должна быть у него заложена она ну тут же вызовет совершенно гневный протест при том что бабарик от них не лукашенко он еще не укоренен вы убитых и в силовых элитах прежде всего и он не состоянии будет абсолютно против противостоять натиску такого общества а георгий александр давайте мы перейдем к 2 очень такой теме о которой сегодня все говорят это отравление алексея навального скажем так условное отравление хотя немецкие медики подтвердили отравление но не сказали к чем чем конкретно он был отравлен как вы видите вообще развитие вот этой истории и несет ли российская власть в каком-то смысле ответственность там было очень много вопросов то что происходило в омской клинике как вы все это видите и что будет дальше с алексеем навальным мне очень хочется надеяться что навальный восстановится и как я имею ввиду здоровье вообще и его так сказать политический драйв тоже хочется на это рассчитывать ну мы это видим по примеру скажем владимира карамурзы который тоже пал жертвой этого невинного режима что касается заявления пескова сегодняшних что вот там еще не установлен вот вы как бы такое очень смешное заявление если его переводить на нормальный язык она звучит а вы вот попробуйте угадать чем же мы его все-таки отравили и тогда может быть мы проведем расследование тут есть один нюанс дело в том что общество и власть не симметричны правовых отношениях не в том смысле о котором думает песков или путина ровно противоположным я сейчас объясню но например для общества верен правовой тезис что не запрещено то можно а для власти верен совершенно другой тезис можно только то что предписано законом противоположным это как бы полное отрицание предыдущего для общества действует презумпция невиновности а для власти ровно наоборот власть должна если ее подозревают преступление должна доказывать что это подозрение не справедливо неверно если учесть практику нашей власти и уже существующие судебные решения по предыдущим преступлениям то основание ну скажем так деликатно подозревать власть в том что они отравили своего политического противника в обществе есть все основания поэтому власть должна доказывать стоит не она они это делают крайне топорно ну например как нынче в думе объявляю что вот надо расследовать не является ли это провокации западных стран и все это настолько смешно и в общем всякие вопросы по этому поводу звучат как риторически георгий александрович а выгоден ли алексей навальный власти зачем его травить если в принципе а его можно просто контролировать ну видите ли ну во первых контролировать тоже можно довольно условно ну да дело в том что бесспорно путинская власть неоднородно и я уверен и тому есть много косвенных пока по всякому случае свидетельств что и отношение к навальному там неоднородно и что например если навального используют то не напрямую а ну как факт его существование активности используется как бы одной башни кремля против другой башни кремля так скорее всего и если говорить чем же он опасен был пока был я опять же повторяю надеюсь что все закончится благополучно он восстановится это совершенно понятно путинский режим теряет под ногами устойчивость это видно по происходящему стране и екатеринбург шиес хабаровск башкирии так далее это показывают социологические опросы на носу выборы активность данном случае алексей навального очевидно он занят работой со своими штабами готовят их к выборам и власти страшно просто страшно и для них он источник угрозы вы знаете это смешно а вот это совершенно архаично ритуально избегание называние имени на вода нах это напоминает и не упоминая ними господу и и не упоминая имя дьявола вот просто такие древние социально древние страхи смешно а почему как вы считаете почему последнее время практически не видно на людях президента путина путин всегда славился тем что он мог найти общий язык с народом говорит на его языке он встречался обычно с учителями с рабочими молодежью с молодежью у него это кстати достаточно органично получалось но вот сейчас как бы в такое непростое время он как бы исчез он как как бы такое чувство что он вещает откуда-то сверху с какого-то вот монитора его никто не видит все знают что он есть а вот нету его присутствия как вы считаете вот что случилось почему вот он не идет в народ больше ну есть две гипотезы первое довольно очевидно это коронавирус он очень опасается любых угроз своему здоровья он бережет себя для россии вот и во вторых ну наверно он не настолько уверен в своей харизме я напомню вообще что по исходному определению харизма это не свойство человека а это свойство которое приписывают другие человеку это имеется ввиду харизма власти и я думаю что он чувствует что вот это свойство он теряет и больше не рассчитывает на такое магическое воздействие людей окружающих его гераль саны этим как мы уйдем на рекламную паузу довольно короткий вопрос но может оказаться длинный ответ в вашем случае уже очень много лет а политический бомонд россии обсуждает кто же может все-таки сменить владимира путина на его посту обсуждается очень много разных фамилий и с каждым годом это все усиливается если вообще у него а преемник и я не прошу как назвать какие-то фамилии это всегда все условно но есть и на самом деле этот преемник и может ли он ближайшее время я имею ввиду год ну может быть два сменить владимира путина или это все-таки такие домыслы политологов ну вы знаете я не склонен анализировать конкретные персоны видите ли достижение социальной психологии показали что когда мы пытаемся сопоставлять влияние на поведение людей личных качеств и обстоятельств оказывается что обстоятельства сильнее как правило с вероятностной точки зрения как правило сильнее чем индивидуальные качества а обстоятельства таковы что возможно точнее неизбежно и просто неизвестно когда это произойдет окончание царства не путина довольно бесславно и совершенно очевидно что кто бы ни был его преемником для того чтобы ну скажем обрести свою харизму должен составлять контраст путина он должен стать антипутиным точно так же как как путин когда-то стал анти ельцин и путин делает очень многое для того чтобы вот этот анти путин кто бы кого бы он не избрал очень наивно рассчитывать на какую-то ну так сказать политическую верность она может быть человеческая индивидуально но политическая верность вещь чрезвычайно условно и и поэтому и любой его преемник должен строить своей программе своей политической практике в своих действиях строить некую противоположность путина это уже будет большим шагом вперед для россии вот я бы так сказал георгий саныч мы сейчас уйдем на рекламную паузу пару минут и потом вернемся не отключайтесь пожалуйста спасибо конечно мы возвращаемся в программу политинформания ведущие эдуард брумер и геннадий парня сегодня мы беседуем с полетей с политиком общественным деятелем россии бывшим помощником президента бориса ельцина георгием сатаром георгий александрович слушаю вас да да а георгий саныч такой вопрос вы три года были помощником бориса николаевича ельцина первого президента россии могли бы вы для наших радиослушателей составить портрет этого скажем так неоднозначного человека его плюсы минусы каким он был человеком не только политиком а может быть в личном плане вы с ним общались а и на протяжении вот этих многих лет его уже нету 13 лет он ушел из жизни чтобы вы могли сказать вот портрет его это интересно просто из первых рук ну что значит общался в личном плане дело в том что моя работа с ним облегчалась тем что у нас не было истории личных отношений он меня так сказать пригласил полагаясь полагаясь на какие-то мои профессиональные человеческие качества и ну по нашему общению после моей отставки можно заключить что не разочаровался не только во мне ему вообще нравилась наша команда вот и у меня было с ним общение систематическое общение тет-а-тет естественно по деловым вопросам ну и мы встречались время от времени после его отставки уже у него дома и не по службы понятно приезжали поздравлять его с днем рождения летом приглашал каким-то поводом вот поэтому я могу судить о нем только как о начальнике как президенте если говорить о нем как и начальнике то это было довольно комфортно потому что ну во первых он был начисто лишен хоть каких-то признаков хамства по отношению подчиненным что встречается довольно редко в россии он ну можете себе представить строителя который не терпит мата не не ругается сам и не любит когда ругаются другие но это так так такие чисто старообрядческие понятия как говорят нынче он ему можно было говорить скажем вещи я бы не сказал неприятно это не не точное слово очень часто бывает ну я знаю что так происходит с несчастным путиным что ему бояться сообщать вещи которые ему могут не понравится вот с ельцином такого не было более того со мной именно потому что у нас не было истории личных отношений меня мои коллеги любили посылать к нему в качестве гонца так условно назовем когда нужно было говорить какие-то такие вещи ну вот и нет никак не скажу вас на моей дальнейшей работе с ним а он был внятен голосу разума он любил учиться он очень ценил он очень ценил вот такой эпизод я попал как и мои некоторые мои коллеги по той команде кремлевской попал к нему из президентского совета а вообще в этот президентский совет мы попали ну так сказать по некой системе профессионального отбора если угодно вот и кто-то из нас тут допустим я и юрий михалыч батурин мы стали помощниками президента кто-то стали советниками и работали в аналитическом управлении как Леонид Смирнягин и Емиль Паин кто-то продолжал сотрудничать как член президентского совета ну я вот о каком эпизоде мы еще были членами президентского совета но уже начали активно работать со службой помощников консультировать там в чем-то участвовать в каких-то разработках встречались с Ельциным отдельно от президентского совета полного состава президентского совета и был первый визит Клинтона в Москву и нас пригласили на торжественный прием в большом кремлевском дворце для всех нас это был было первое такое мероприятие мы все очень волновались и вот значит вот лестница красивая лестница высокая которая идет от входа наверх к большому к залам большого кремлевского дворца наверху стоят два президента с женами а мы идем в самом конце такой тесной робкой кучкой вот он нас увидел и говорит Клинтону а вот это идет мой мозг с гордостью так говорит это такой плавный переход к нему как политику потому что все политики делятся довольно аккуратно на две части на маленькую большую большая часть это политики которые не любят и побаиваются в своем ближайшем окружении конкурентов которые могут рассматриваться как более достойные там умнее осведомленнее решительнее и так далее так далее так далее а вторая малая часть это те кто наоборот подтягивает тех кто в чем-то с его точки зрения с точки зрения политика превосходят его и вот он относился к нам именно так он был из этой категории редкой категории политиков если говорить об его но таких личных политических качествах то это то что вы от меня услышите это довольно неожиданно потому что это все вокруг ельцина сопряжено совершенно несоответствующими действительности мифами если деликатно выражаться в реальности отнести совершенно другое ну например ельцин был фантастически компромиссным человеком ну я приведу простой пример это 93 год апрельский референдум на котором он фактически победил в противостоянии с советской властью съездом и верховным советом тут же началась со стороны его противников совершенно омерзительная атака главное даже не столько на ельцина сколько на этот на этот референдум которому они формулировали вопросы вообще-то и забулатов например заявил что за ельцина голосовали только пьяницы и наркоманы а я напомню что ельцин там получил большинство вот и ельцин с мая месяца носил в левом нагрудным кармане внутреннем кармане пиджака а проект указа о распуске съезда и верховного совета если бы он это сделал действительно в мае то осенней трагедии стрельбы по белому дому не было бы но ельцин выбрал другой вариант вариант компромиссный это скорейшее завершение работы над конституции принятие принятие этой конституции и общие перевыборы но как вы знаете этот вариант не понравился не понравился депутатам и это все закончилось осенней трагедией это вообще здесь возможно наверное волейбольная метафора ельцин начинал играть представим себе волейбольный матч счет 14-0 в пользу соперника и тогда он начинает играть и выигрывает вот примерно то же самое произошло и в девяносто третьем году хотя выигрышем это назвать нельзя и ельцин в своем выступлении 4 октября сам об этом сказал что тут нету победителей все проигравшие вот ну в данном случае я говорил о его политической манере а о нем ходит миф что для него главная власть более нелепого мифа трудно себе представить ну давайте скажем ну можно много эпизодов просмотреть давайте сначала значит вот он кандидат в члены политбюро а у него прекрасная стартовая позиция для восхождения на более высокие посты и член политбюро и генеральный секретарь и так далее за ним Москва Москва его уже любит и вместо этого он предъявляет Горбачеву претензии по поводу торможению перестройки там и так далее и так далее и его отправляют в отставку ну дальше это обернулось совершенно противоположным образом так сказать именно это что он сделал и оказалось его так сказать дорогой возвращения на высший государственный пост но как вы догадываетесь вряд ли Ельцин просчитывал скажем так этот вариант когда он шел лоб в лоб с Горбачевым давайте вспомним другой эпизод вернемся в 93-й год Ельцин становится ну фактически единственным легитимным органом власти съезд в Верховный Совет распущены а нужно продолжать реформы и тут бы как бы объявить что-нибудь временное и долгосрочное связанное там с политическим переустройством страны и превратиться в нормального диктатора-реформатора но вместо этого он объявляет выбор вряд ли человек которого обвиняют в том что для него главная власть пошел бы таким путем давайте рассмотрим это я взял из серединки давайте рассмотрим конец его политической карьеры это его уход в отставку он ушел в отставку когда увидел что коммунисты проиграли на выборах 99-го года что Путина у его ставленника Путина я сейчас не рассматриваю хороший выбор это или плохой растет популярность и он досрочно ушел за своего поста согласитесь что все это работает против вот этого мифа о том что для него главная власть конечно он был человеком миссии а власть для него была инструментом другое дело какие претензии мы к нему можем предъявить и по поводу этой миссии тут есть разные точки зрения естественно и по поводу того насколько эффективно этим воспользовался но последнее что я хочу сказать что пребывание во власти разрушает еще один универсальный миф связанный уже не с Ельциным а с властью вообще считается что чем выше по пирамиде власти ты забираешься наверх тем больше у тебя возможностей на самом деле оказывается все ровно наоборот чем выше ты забираешься тем больше ограничений ты видишь и такие досужие рассуждения что вот что-то нужно будет было делать так а не так обычно на лестнице ну они как правило довольно наивны а то что в заслугу Ельцина можно поставить очень многое но для этого мне понадобилось понадобилось бы еще полчаса это совершенно без спорта Георгий Александрович почему как вы думаете почему Борис Ельцин остановил свой взгляд именно на Владимире Путине почему что его зацепило в характере этого на вид невзрачного человека а Борис Ельцин был человеком опытным и все таки взгляд его остановился именно на нем вы знаете ну во первых взгляд Ельцина остановился много на ком ну я имею ввиду окончательный выбор а я имею ввиду окончательный выбор который он сделал стоп значит то что видите ли то что это выбор когда Ельцин предложил Путину пост премьера это не значит что это был окончательный выбор окончательный выбор он сделал в тот момент как я уже сказал когда он уходил в отставку именно в этот момент он в своей прощальной речи сказал я вижу в нем своего преемника до этого это был один из возможных преемников а до этого был Примаков до этого был Степашин до этого рассматривались Бордюжа Николаев Аксененко там речь идет о том что после дефолта в августе 98 года который был для Ельцина очень большим шоком у Ельцина изменился образ преемника если до этого он видел такого ну нового Гайдара там типа Немцов или типа Кириенко и так далее да то после дефолта он как бы видел преемника с другой задачей сохранить то что достигнуто а в общем тогда уже начинался экономический рост и он перебирал уже в поисках преемника он перебирал служилых людей пограничники чекисты там кто военные кто угодно и Путин оказался я бы сказал так что трудно сказать что бы было с Путиным если бы коммунисты не проиграли на выборах 99 года а Путин не начал бы набирать очевидным образом начал набирать популярность вполне возможно что его бы сменил следующий кандидат до момента штатного ухода Ельцина со своего президентского поста но он просто оказался удачно на этом посту в удачное время Георгий Александрович это выбор оказался неудачный естественно для меня было очевидно практически с самого начала Георгий Александрович такой вопрос у нас передача скоро заканчивается о поправках конституции о самом вот то что произошло в самом серьезном действии президента Путина как это вообще скажется на будущем России и как это будет работать или может быть это будет как-то по-другому смотреться ну я не думаю что это будет долго работать точно так же как я не отвожу долгого времени Путину любой я уже говорил по причине указанный выше любой его преемник первым делом отменят эти поправки по разным причинам это можно обосновывать нелегальностью процедуры и так далее и так далее не говоря о самом содержании этих поправок понятно что эти поправки направлены на решение двух задач первое это как бы сделать квазилегальный его квазилегальным его продолжение пребывания на президентском посту и второе это как бы вывернуться из-под пресса давление международного права что облегчает произвол полицейский неправовой произвол широком смысле полицейский неправовой произвол внутри страны вот это было две главные задачи все остальное дымовая завеса а георгий александрович вот часто беседуя с известными политологами артистами экономистами из россии мы всегда задаем практически один и тот же вопрос но только под разным углом а что да я сегодня российское общество насколько она политизирована или она не политизирована насколько она обращена а в сторону запада либо она обращена во внутрь себя как вы это видите а ну во первых наставить такой вопрос про общество в целом это не очень корректно любое может быть если говорить о политизированности то надо говорить ну достаточно ну достаточно говорить о политизированности довольно небольшого процента людей потому что общество полностью никогда не бывает политизировано точно так же как общество полностью никогда не обладает каким-то одним качеством в какой-то конкретной выраженности этого качества да общество оно общество только тогда когда оно разнообразно это главное его достоинство вот я думаю что то то что делает власть это видно потому что происходит в России ведет и к увеличению политизированности она обретает более так сказать широкие социальные горизонты и и степень этой политизированности а главное что произошло это произошла смена поколений я напомню слова Артура Шлизингера младшего в его книжке цикл американская история написал у каждого поколения есть своя революция вот пришло новое поколение мы это увидели летом прошлого года со своей а недалекой революцией и это вот то что ждет ну тут уже можно сказать общество в целом в какой форме это будет проходить сказать трудно можно ли ее избежать теоретически да но даже если представить себе приемника который будет ставить перед собой такую программу он может просто не успеть георгий короткий вопрос короткий ответ хемингуэй или шолохов что что хемингуэй или шолохов короткие для для меня это не выбор я люблю тихий дон и я очень люблю хемингуэй я практически всего его прочитал георгий александрович огромное вам спасибо за эту беседу извините что так мало у нас вопросов много и мы надеемся до следующего раза если у вас будет время желаем вам а еще раз здоровья всего самого лучшего и с прошедшим днем рождения всего самого наилучшего спасибо вам большое спасибо